Саранск один из двух городов нашей страны, в котором ежегодно проводятся международные соревнования по велоспорту BMX. Турнир «Саранск-эндур» впервые прошел 4 года назад, тогда же и получил статус международного. Он имеет категорию C1. Это значит, что помимо медалей и денежных призов на соревнованиях в столице Мордовии разыгрываются рейтинговые очки, которые идут в зачет мировой классификации BMX для спортсменов и их стран. Подобные турниры регулярно проходят во всех уголках планеты, где есть этот вид спорта. Например, практически параллельно с состязаниями в регионе 13, старты категории C1 проходили в Таиланде, Чили и даже в такой экзотической стране, как Кюросао. «Саранск-эндур» 2018 в этот раз обошелся без участия иностранцев. И это специалисты объясняют прежде всего уровнем готовности российских спортсменов. Приехать здесь, чтобы проиграть, я думаю, никто не хочет. То есть конкуренция очень высокая, на международном уровне мы сделали серьезный рывок за последние несколько лет. Я знаю, как вы знаете, у нас Варвара Овчинникова и Илья Бескровный выиграли юношеские Олимпийские игры. Ярослава Бондаренко в этом году стала третьей на чемпионате Европы. Женщины у нас сейчас на втором месте международного рейтинга, мужчины тоже подкатились. Поэтому конкуренция очень высокая, ну и для себя взвешивают соперники, где кто может заработать очки». Конец октября для велоспорта БМХ – это уже завершение сезона. В связи с этим некоторые лидеры российской сборной приняли решение этот старт пропустить. Несмотря на это, конкуренция на трассе была высокая, поэтому падений было не избежать. Уже на предварительной стадии упала с велосипеда наша Наталья Суворова. Несмотря на большое количество ушибов и ссадин, спортсменка продолжила соревнования. «Я просто совершила небольшую техническую ошибку и прыгнула немножечко криво, и получается, что приземлилась криво и сразу на бок. Было неизбежно падение. Но хотела избежать столкновения, и получилось, что упала». Проявив недюжую силу воли, Суворова пробилась в финал. В главном заезде среди женщин категории «Элита» спортсменка республиканской сшор приехала к финишу второй, уступив пальму первенства велогонщице из Пензы Наталье Афремовой. «В любом случае, это не позволило мне ехать на максимум, который я могла. Но я сделала все, что я могла, и приехала второй. Я считаю, тоже неплохо, несмотря на то, как я себя чувствовала. Я даже не помню, потому что я ехала на адреналине, у меня все болело. Я просто, моя задача была сделать то, что я могла сделать, и я сделала, и все». В мужском финальном заезде также разыгралась настоящая драма. Лидерство сразу после старта захватил представитель Мордовской школы Олимпийского резерва по велоспорту Евгений Клещенко. Однако на второй части дистанции его стал доставать москвич Александр Катышев. В итоге определять, кто был первым, пришлось только с помощью фотофиниша. И это уже третий случай в сезоне, когда Клещенко и Катышева на финише разделяют буквально миллиметры. В итоге Клещенко первый, Катышев второй, еще один наш спортсмен Артем Бояров замкнул первую тройку. «Заезд, конечно же, финальный, он всегда очень напряженный, то есть ты всегда ожидаешь с какой-то стороны атаку. И вот в данной гонке это была именно финишная прямая, что у нас уже довольно-таки часто практикуется. Я не был уверен, по той большой причине, что это у нас уже не первый раз, не первый опыт, что вот мы так третью гонку уже с Александром финишируем. То есть в Омске мне повезло, и в Омске я у него выиграл за второе-третье место, так финиш. Но в этот раз я уже думал, блин, ну, наверное, не повезло уже, наверное, все-таки он. Но фотофиниш показал, что все-таки я был первый». «Трасса действительно скоростная, очень короткая. Ну, за счет техники, как бы, прошел всю дистанцию без ошибок. И на финише старался обогнать Евгения, но не хватило буквально двух миллиметров, повторюсь еще раз. Вот. Ну, здесь такой спорт, что здесь каждый миллиметр решает свою позицию. Поэтому обидно, досадно, но ладно». Стоит отметить, что в оба дня соревнований, субботу и воскресенье, победительницей соревнований «Саранска-эндор-2018» среди юниорок становилась новоявленная победительница юношеских олимпийских игр уроженка Рузаевки Варвара Овчинникова. У юниоров также дважды обладателем золотых медалей был ее земляк Рузаевец Дмитрий Карасев. На этом международный сезон для российских БМХ-серов завершен. Следующие крупные турниры, в котором примут участие наши велогонщики, пройдут уже в 2019 году. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Наши новости.